Здравствуйте! Вы смотрите программу «Социальный Крым», новый проект телеканала «Первый Крымский», посвященный наиболее важным и актуальным вопросам, которые так или иначе касаются каждого крымчанина. И сегодня у нас в гостях председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Наталья Федоровна Маленко. Здравствуйте, Наталья Федоровна! Поздравляем с дебютом нас и вас. Как вы считаете, насколько актуальна эта программа на сегодняшний день? Программа очень актуальна, на мой взгляд, прежде всего потому, что в прошлом году было принято Государственным Советом 28 законов в социальной сфере и более 60 постановлений Совета Министров, которые определяют порядок прохождения закона. Я не думаю, что каждый человек способен сесть и проработать всю эту законодательную базу и понимать все тонкости процессов социальной защиты. А они касаются очень часто каждой семьи, буквально каждой семьи касаются. Поэтому хочется один раз в неделю информировать крымчан о том, что у нас происходит сегодня в Крыму в законодательной сфере. Хочется разъяснять законы устами тех, кто профессионально над ними работает. И, конечно, хочется разъяснять моменты, очень волнующие жителей Крыма. Касаемые, вы знаете, были различные случаи, когда были у нас присвоения звания ветеран труда. Это очередь в управление труда и социальной защиты. Сегодня внесли изменения в законодательстве и теперь доноры у нас будут полностью получать социальное обеспечение в управлениях труда и социальной защиты. Это ежегодная выплата. Опять это нужно разъяснить, как это будет происходить, почему так получилось. Чем больше мы будем сами выходить в эфир и рассказывать людям о том, что происходит сегодня в социальной сфере, я думаю, что тем менее мы будем сталкиваться с негативом со стороны граждан Крыма, не понимающих, как себя вести в той или иной ситуации. Понятно, цель программы более чем. Давайте тогда поговорим о тех новостях, которые происходят непосредственно в вашей сфере. Не так давно в Ярославле состоялся форум, всероссийский форум социальных работников. Что это за мероприятие и насколько оно было полезно для крымчан? Что там почерпнули полезного для жителей? Прежде всего, форум социальных работников, который проходил в Ярославле 27 марта, он проходил под эгидой партии «Единая Россия». Партия проводит третий такой форум, это просто мы принимаем участие в первом. Приняли участие в форуме 83 субъекта, все субъекты Российской Федерации. Работали, очень интересный был формат, работали дискуссионные площадки. Вот мы на экране видим как раз сейчас дискуссионную площадку. Прежде чем Дмитрий Анатольевич Медведев подводил итоги и проговаривал резолюцию форума, были дискуссионные площадки, на которых те, кто непосредственно работает в социальной сфере, высказывали предложения по ее улучшению. И, наверное, очень важно, что люди, работающие на местах, получили возможность внести предложения на уровень правительства Российской Федерации, для того, чтобы внести какие-то актуальные изменения. Например, на той дискуссионной площадке, на которой была я, разучало предложение продлить срок отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет, чтобы он был оплачиваем. Ну и так далее. Очень много было предложений по материнскому капиталу. Ну, во-первых, все поддержали без исключения, чтобы эту программу, конечно же, продлили. Мы знаем, что она рассчитана только до 2016 года. И Дмитрий Анатольевич в своем выступлении несколько раз подчеркнул, что он услышал, и обязательно программа будет работать. Ну, а главное, наверное, на чем я хотела бы акцентировать внимание, это два момента. Дмитрий Анатольевич поставил задачу повысить уровень социальной защиты, может быть, перевести его на современный такой лад, повысить качество социальной услуги и сделать все, что в интересах граждан, для того, чтобы они чувствовали заботу правительства, каждый в своем случае о себе. И второй момент, это, конечно, то, о чем говорила председатель комитета по труду, социальной защите Государственной Думы Ольга Юрьевна Батальна. Я как раз работала с ней на одной дискуссионной площадке. Она подчеркнула, что впервые поднялась тема, например, социального обслуживания на селе. Впервые поднимаются темы, которые затрагивают людей, отдаленных от города, не получающих такого качества услуги. И очень важно, что сегодня привлекли всех, для того, чтобы все стали участниками разговора. Это, прежде всего, конечно, и жилищно-коммунальная сфера касается социального обслуживания. Мы знаем, что в Крыму, например, до сих пор у нас не утверждены тарифы, по которым можно просчитать эту услугу. Это тоже задерживает несколько выплаты. И Ольга Юрьевна сказала о том, что очень важно, чтобы каждый человек, работающий в социальной сфере, тоже ощущал свою социальную защищенность. И Дмитрий Анатольевич, завершая форум, сказал о том, что задача, которую поставил президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, чтобы до 100% повысить заработную плату работников от средней в регионе, что эта задача будет выполнена. То есть это ли не реальные шаги по воплощению всего того, что волнует работников социальной сферы, все, кто обслуживается, все, кто получает различные пособия, льготы. Вы сказали, что встреча проходила в формате дискуссии. Возможно, был некий обмен опытом. Может быть, некоторые субъекты давали какую-то помощь, подсказки новому субъекту. Конечно. Очень интересно была вообще построена работа с какой точки зрения. Сначала в социальных сетях, в интернете можно было прочитать программу и высказать свои предложения по данной тематике. И вот по результатам отбора наиболее активные члены этой дискуссии, они все выступили на дискуссионной площадке. Очень мне понравился опыт Владимирской области, где подумали о людях с психоневрологическими заболеваниями, которые живут в интернатах. Это одна сторона проблемы. А вторая сторона проблемы – это такие же точно люди, которые живут дома с родителями. Родился ребенок, вот у него такое заболевание, он ребенок, понятно, инвалид, и с ним живут родители. Он достигает определенного возраста, родители могут, ну, к сожалению, умереть. И тогда этот человек только обречен на одно – на нахождение в интернатном учреждении. Так вот, в Владимирской области они… Такое очень интересное движение волонтерское зародилось у них. Взять такого человека в семью. У них 420 подопечных, из 420 – 130 сегодня в семьях. Это очень интересный опыт. Это опыт, который говорит о том, что, ну, беда чужой, наверное, не бывает. Когда касается каждого человека то или иное событие в жизни негативное, он начинает понимать, что такое беда. А этот опыт, он построен на том, что давайте мы все вместе будем милосердны, чтобы беда не коснулась никого. Наталья Федоровна, говоря о взаимодействии между субъектами, между республиками и так далее, совсем недавно, 7 апреля, в Бахчисарайском районе, в селе Самохвалово, как раз-таки с помощью Татарстана, был открыт фельдшерско-акушерский пункт, новый, современный, по последнему слову, техники. Вот что это такое? Это первая ласточка или это единственный всего лишь ФАП будет в Крыму? Как дальнейшее пойдет? И вообще, почему была оказана эта помощь, в честь чего? Прежде всего, хочу сказать, что была утверждена народная программа социально-экономического развития Крыма. Это инициатива председателя Государственного совета Константинова Владимира Андреевича, которую поддержал глава республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич. Вот в совместной работе народная программа название говорит само о себе. Люди на многочисленных встречах в предвыборный период высказывали целый ряд вопросов. Уже была презентация блока народной программы по детским садам. Мы знаем, какие очереди сегодня в детских садах и как необходимо быстро и вопрос решать актуальный для жителей эффективно. И такая же программа, один блок этой программы – это фельдшерско-акушерские пункты. У нас всего в Крыму их 504. И они, конечно, далеки от совершенства. Мы понимаем, что никогда не вкладывались средства вот так со стороны правительства, со стороны руководства в то, чтобы поднять социальную, такую первую медико-санитарную помощь на селе оказать. Я проехала вместе с членами комитета в сентябре, октябре, ноябре, декабре месяце 87 ФАПов. И, конечно, когда завод, я хочу показать их, вот такой прекрасный ФАП, вот такой ФАП был открыт в селе Самохвалово, это Ознакановский завод «Нефтемаш». Когда директор завода приехал и презентовал у нас в Государственном совете вот такую модульную конструкцию, что заинтересовало? Заинтересовало, что он собирается за одну неделю, что он полностью оснащен всем необходимым, и в труднодоступном месте, там, где люди не могут, за несколько километров, за несколько десятков километров получить эту помощь, когда нужно пешком идти или добираться. Вы знаете, тоже у нас не все в порядке с этим вопросом. То, конечно, строительство такого ФАПа – это просто удивительно. И вот это первый опыт. Это еще не федеральная целевая программа. Это в рамках регионального сотрудничества между Бахчисараем и Татарстаном, президент Татарстана, вот в качестве подарка к годовщине Крымской весны в селе Самохвалово был установлен такой ФАП. А всего в 2015 году будет установлено 20 таких модульных ФАПов по всему Крыму. Да, это и Бахчисарайский, и Кировский, и Три Феодосии, и Советский, и Красногвардейский, и Ленинский, и Роздонинский. А в федеральную программу вошли 50 ФАПов. То есть программа рассчитана на 2015, 2016 и 2017 год. Наталья Федоровна, спасибо большое за интересную беседу. На этом у нас все. Это был проект «Социальный Крым». Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Как быстро.